всех приветствую дорогие зрители канала герчи кико с вами виктория сипчук тема данного видео будет про идеальную точку входа то есть поговорим сегодня о том как правильно заходить сделку какие нужно учитывать критерии какие нужно учитывать условия до захода что должно быть чтобы точка входа ваша была идеальная поговорим также сценария до потому что все таки . входа это ваш сценарий какой сценарий такая точка входа то есть это все на самом деле взаимосвязанных давайте начнем с параметр в точке сюда еще он состоит и вообще что должно быть чтобы вы зашли в первую очередь идеальная . входа это сценарий начнем с того что вы должны вообще понимать что вы торгуете то есть Когда у трейдера спрашиваешь, что ты торгуешь, он говорит, ну вот от уровня что-то торгую, вот пытаюсь там отбой, например, торговать, да. Но на самом деле там идет совершенно другой сценарий, там пробойная вообще формация рисуется или ложный пробой. И поэтому здесь очень важно понимать, что такое отбой, понимать, что такое ложный пробой, а также понимать, что такое пробой. И чтобы это понимать, ну давайте начнем с АЗОВ, да, с базы, это АТА, то есть это энергия на рынке. И когда вы просчитываете, сколько инструмент прошел, сколько ему еще осталось пройти, да, это зависит от особенности для пробойных сценариев. Когда вы ждете пробой, вам нужно посчитать АТА и понять, что инструмент, да, может идти дальше, и вы можете зайти в тот самый пробой. Разворотные формации их легче торговать, потому что там и ясно и так, да, что АТА пройден, что тем более, когда у нас там взлет зона перепробности, либо зона перекупленности, АТА пройден и в разворот там, либо в контртренд, неважно, легче всего заходить. Но опять же, свои есть условия, особенно на ложном пробое. Ложный пробой, он такой самый сложный, в чем? То, что идет борьба за уровень, в первую очередь, да, и в первые импульсы, и трейдер это очень может запутать, когда идет ложный пробой, не совсем понятно вообще. Ложный пробой это или пробой. Очень часто трейдеры путают, что такое ложный пробой, что такое пробой. Далее, это сценарий, да, точка входа это сценарий. Далее, точка входа, идеальная точка входа этого, это уровень. Вот от какого уровня вы заходите, от того зависит, сколько энергии вам даст инструмент, сколько он готов пройти, это раз. Во-вторых, это стоп-лосс, какой вы ставите, потому что он всегда ставится либо за уровень, либо за какой-то определенный бар по отношению к данному уровню. То есть, take profit на самом деле вы уже определяете в конце. Вы сначала определяете стоп, далее вы высчитываете технику направления, да, сколько вам движения по графику, по технике, да, возможно по расчету от ARR вы можете в этом инструменте забрать, и только тогда вы выставляете take profit. То есть, сценарий, уровень, стоп-лосс и take profit. На самом деле, можно еще добавить волатильность, это, наверное, к уровню также, то есть смотреть уровень и смотреть волатильность возле данного уровня. Смотреть, какие бары выстраиваются в данном уровне. Опять же, сюда можно добавить таймфрейм. Очень важно, на каком таймфрейме вы заходите. То есть, если вы берете дневку, да, и вы совмещаете с каким-то таймфреймом определенным, значит, вы смотрите на определенном таймфрейме точку входа. Если вы смотрите точку входа на дневке, там совсем другие должны быть условия. То есть, вы должны где-то подождать, возможно, день, два, три, да. То есть, если вы заходите на дневке, вы также можете подключать и недельный таймфрейм. Потому что это больше идет такая среднесрочная уже торговля. Если вы хотите торговать внутри дня, то, конечно же, я рекомендую дневку смотреть для зоны, да, зону смотреть, в какой зоне находится инструмент, в каком тренде, в канале, во флете или вообще что происходит, да, общая картина рынка. И уже потом переходить на внутренние темпы и смотреть точку входа там, да. Вы можете начинать с 5 минутки, вы можете смотреть 15 минутки, можете смотреть часовик. Я очень люблю на самом деле часовики, потому что они более стабильные, более, менее шумные, так сказать, минутки. Иногда я могу заглядывать на 5 минут, на 15 минут, чаще всего 15 минут я смотрю и часовик. То есть это мои рабочие таймфреймы, мои рабочие таймфреймы для точки входа. Так, теперь давайте посмотрим, как это все выглядит на графике. Сегодня у нас будет такой подопытный, подопытная валютная пара в стрелить с доллара. Все примеры я буду показывать на ней. И в принципе я не буду ходить далеко, вот все, что ближайшее, все, что сейчас происходит, это все можно объяснить с точки зрения технического анализа. И можно объяснить точки, те места, да, где трейдер мог зайти и заработать. Давайте начнем со сценария пробой, да. Что такое пробой? Пробой это когда инструмент пробивает определенный уровень. Почему оно пробивает? Что там должно быть, да? На самом деле много различных формаций пробоинных, да. Тут ближний ретест, так называемый. Есть каналы, да, выход из канала, когда трейдер пытается поймать импульс, да, на пробоях. Что у нас еще есть? Также там ложный пробой, не реализация, да, ложного пробоя. Когда ложный пробой не состоялся, когда не пошло то, что должно было, да, произойти. И инструмент движется совершенно в другую сторону. Поджатие, да, как пробой информации. Сейчас мы поговорим примерно, возьмем, возьмем ближний ретест. Ближний ретест, так называемый, вот, например, да, вот далеко не будем ходить. Вот вы выделили уровень, вот у вас излом. Достаточно длинное движение, да, остановили покупательное движение. Достаточно сильный уровень, потому что изломы это самые сильные уровни на графике 0,66,85, да. Тем более еще и круглая цифра. Вы выделяете данный уровень. Вы смотрите, что вам рисуют как бы ЛП, как бы сюда в зону шертовую, да. Но инструмент обратно возвращается. Соответственно, вы на этом движении также на пробой можете заработать. То есть вы понимаете, что здесь игра нечистая, что здесь нет крупного продавца. И что у нас происходит? У нас просто элементарно продолжается восходящий трек. Поэтому здесь вы, опять же, что важно, да, подход к уровню. То есть если пробой, дневка, возможно, да, что хорошо, закроется близко к уровню, либо под самый хай. Либо закроется прямо за уровень. Это ваша точка входа. Соответственно, вы можете что-то такое конкретно искать на часовике, на минутке, да, чтобы поставить поменьше стоп за определенный бар. Там бар, возможно, за закрытие бар, который бар закрывает выше уровня. Вот за него, за хай, за лоб, вы можете поставить стоп-лосс. В данном случае нет у нас закрытия близкого. Инструмент сразу, то есть сразу уровень пробивается на вот этом вот дневном баре. Соответственно, что вы делаете? Вы видите, что подходит дневка к этому уровню. Вы переходите, например, на часовик и смотрите, как инструмент закрывается. Если у нас подходит, идет небольшими барами к уровню, то да. И тем более, если когда бар закрывается выше, да, это ваша точка входа, где вы можете зайти, поставить стоп-лосс за хай-лоу пробивающего бара и брать тейл, да, то есть брать движение технически, соответственно, от отар. Вот хотя бы половину отара можете рассчитать, да, половину отар. То есть вы отар полностью считаете, если пробой, да, при пробое. Ну, при пробое вы можете как минимум на половину отар рассчитывать. Вот ваша точка входа. Соответственно, здесь вы заходите, вы смотрите динамику на дневке, но заходите внутри дня. Давайте еще момент посмотрим на пробой. Вот еще, да, момент. ближний ритес вот вы взяли уровень вот он и зон движение вот у нас также как бы коррекция до против тренда у нас тренд нисходящий коррекция покупателя против продавца и что мы видим вот этот бар как показывает нету тут крупного покупателя это не разворот это всего лишь коррекция продавец закрывается под самый low под самый low до возле уровней это тоже очень хорошая возможность попробовать зайти в ближний тест попробовать зайти в пробой опять же очень что важно куда инструмент идет пробой подойдет мы смотрим зону вообще что здесь происходит здесь лучше до ситуации чем здесь потому что есть инструмент заходит зону пустую поэтому здесь более выигрышная такая ситуация все вы заходите да то есть вы смотрите дневка закрылась у вас достаточно близко и тогда под самые low там или близко к уровню или за уровнем вы переходите на часовик например и смотрите какая там волатильность если нормальная спокойно бар закрывается ниже то вы заходите все стоп выставляете уже конкретно там за хай за лоу тейку выставляете там на половину тарда примерно и все вот ваша цель ваш ваша идеальная сделка в чем суть вот вы конкретно выбрали какой сценарий вы торгуете у вас все должно быть настолько точен ваша картинка идеально она на самом деле должна быть у вас либо в голове всегда либо где-то она должна быть записана чтобы вы заходили когда награя на графике не анализировали вообще рынок в эта картинка у вас до должна быть при себе то есть вы должны понимать как бар закрывается как какая волатильность внутри дня при каких условиях я захожу куда я ставлю стоп лосс позволяет мне позволяет ли мне а так поставить и профи и вот такие вот моменты самые ключевые вы должны себе прописать и их отторговать на самом деле лучше вообще дублировать вы должны сделать сделать таких сделок очень много чтобы вы понимали и минусы этой картинки где она не срабатывает при каком рынке она не срабатывает на какой фазе рынка эта картинка не срабатывать от какого уровня на не срабатывать при какой волатильности на не срабатывать на каком таймфрейме на не срабатывать это все вы проделываете сами да вы отслеживаете что не так почему картинка это сегодня работает завтра она там или вчера она не работала сегодня она работает отследите посмотрите какой такой подход был к уровню, что здесь происходило, какая была зона, какая была общая картина рынка, и на самом деле очень много нюансов. Трейдеры делают все сам. Конкретно говорю про себя, я все сама это штудировала, все сама это фильтровала настолько, что мои картинки сейчас просто вот настолько они уже отфильтрованы, настолько уже подключены, что, возможно, где-то я могу, если я возьму какой-то рынок, который я не торговала, не знаю, какой-нибудь, допустим, там вот фьючерсы, я фьючерсы не торговала, и, возможно, там я начну что-то другое уже искать, потому что у каждого рынка свои нюансы, у каждого рынка свои заходы, свои картинки, которые отрабатывают лучше. Бывает такое, что не бывает, даже я могу 100% сказать, что там на акциях работает конкретно вот одна картинка, сценарий, лучшая, да, при определенной волатильности, при определенном подходе к уровню, а вот на Форексе работают немножечко другие картинки, поэтому рынки, на которых вы торгуете, также отследите. Так, пробой посмотрели, теперь давайте, ложный пробой. Как выглядит ложный пробой? Вот у нас также излом, выделяем, ложный пробой, да, есть энным количеством баров, ложный пробой с двумя барами, и ложный пробой с одним баром. Вы можете торговать, в принципе, любые ложные пробои. Эным количеством баров, конечно, ложный пробой, он более сложнее, потому что нужно ждать, пока дневка закроется, пока это все это покажет график, что это действительно ложный пробой, может быть там они бары эти ходят, а может быть это вообще дальнейший будет пробой, да, и в итоге ложного пробоя не будет. То есть сложный ложный пробой, вот именно энным количеством баров, он достаточно такой самый сложный всех ложных пробоев, скажем так. Вот, например, ложный пробой одним баром. Вы смотрите, опять же, какая волатильность, да, вы смотрите подход к уровню. Вы видите, бары закрываются далеко, это плюс. То есть если внутри дня также бары закрываются далеко, да, и также рисуют хвостик, в принципе, можете в эту сделку зайти, соответственно, какая ваша цель? Зайти максимально близко к уровню. Вы берете часовик там или минутки, максимально близко к уровню. Соответственно, здесь топ-лосс проще всего ставить, потому что он ставится просто за ложный пробой. Все, за ложный пробой. Если вас выбивает, вы смотрите, это перезаход или это просто ломают картину, потому что может быть и такое, может быть не реализация, да, а может быть реализация. То есть на самом деле все зависит от тренда, от уровня, да, от которого вы заходите. И, в принципе, от общей картины рынка. Я иногда смотрю недельку, мне это помогает, когда мне дневки не хватает, когда мне на дневке, в принципе, что-то вот непонятно, да. Общая картина рынка, особенно когда во флете дневка достаточно долго стоит, я включаю недельку, чтобы вообще понять, что происходит. Поэтому здесь проще всего, да, LP, вы ставите стоп-лосс за LP, да и профит вы также рассчитываете от АТР инструмента. Так, ложный пробой, да. Давайте еще посмотрим, я выделила здесь картинки. Сейчас я найду уже, забыла. А, вот, отбойная формация, например, да. Если вы берете отбой, смотрите, отбой вы можете торговать. Вот, смотрите, есть, так сказать, три, наверное, сценария, это отбойная формация. Три сценария отбойной формации. Это лимитный уровень, то есть это когда у нас раз, два, три, четыре, пять, да, там, ну, очень достаточно много баров и касаются копеечка в копеечку в одну и ту же точку. На самом деле, вот такой вот уровень лимитный, его тоже хорошо торговать. И вообще, в чем плюс отбойной формации? В том, что вы сможете поставить самый короткий стоп. Это самый, наверное, короткий стоп у всех сценариев. Именно от лимитного уровня. Также вы смотрите отбойную формацию, например, касанием одного бара, да, ну, совершенно, то есть вы смотрите вот здесь, да, вот, движение закончилось, это у нас отбойная формация. Тут же нету ЛП, как здесь. Вы можете торговывать данный сценарий отбоя именно от уровня излома, да. Опять же, вы смотрите подход к уровню, когда, например, бывает, знаете как, бывает, что отбой рисует на изломе до дневка, а внутри меня как раз-таки рисует лимитку. Это вообще очень хорошо, то есть у вас вдвойне получается отбой, что на дневке, что на часовике. Например, здесь я выделила уровень БСУ, да, это третья формация, которую можно торговать от отбоя. БСУ, БПУ-1, БПУ-2. Вот БПУ-2 закрылся на размер люфта. Соответственно, ну, вы смотрите, БПУ-1 закрывается, БПУ-2, что там должно быть, да, на какой-нибудь шортовый бар, достаточно такой близко к уровню, близко к уровню, просто должен закрыться. Вы смотрите, что это подтверждение БПУ-2, да, например, на часовике. Шортовый бар закрывается, и ваша цель, да, например, где-то вот здесь, вы заходите в шорт, выставляете стоп-лосс за отбой, да, точнее, ну да, за уровень отбоя, за уровень, да, который от БСУ идет уровень. Вот сюда выставляете стоп-лосс и забираете цель. При отбое, на самом деле, здесь у нас тейк рассчитывается, также, конечно, от АТАР, но отбоя, я вам скажу сразу, это самый-таки менее волатильный сценарий. То есть, ложный пробой, то есть, с этого, вообще, сложного пробоя всегда начинаются сильные движения. Вот как здесь, сложного пробоя, вот как здесь, видите, тоже ложный пробой, это всегда сильное движение, здесь то же самое. Поэтому отбои, они такие более консервативные, более спокойные. Поэтому там, я рекомендую, если вы заходите в отбой, не выставлять слишком какие-то такие огромные тейк-профиты и огромные цели, да, в зависимости, в отличие, точнее, от ложного пробоя, где цель действительно можно какую-то такую хорошую, там, даже по недельке посмотреть, там, в средний срок можно поставить хорошую цель. При пробое, в принципе, то же самое. Тоже вам дают хорошую волатильность и хорошее движение. При отбое немножко все по-другому работает. Чисто фиксированная прибыль идет при отбое, поэтому при отбое, кто любит отбое, вообще, я всегда рекомендую, кто начинает торговать, отбое, они, они, может быть, простые в плане, то, что простые, они более такие спокойные и по стоп-лоссу, да, скажем так, по риску они самые-таки менее рискованные. Но по мне они такие сложноваты все-таки. Вот по мне, я торгую и начинала торговать сложный пробой, ложный пробой, пробой только потом, потом уже там в конце, когда я уже отфильтровала все эти сценарии ложного пробоя. И пробой я начала подключать отбой. Почему-то отбой для меня как бы, я люблю вот эту вот борьбу на уровне. Я люблю, когда мне понятно, кто выигрывает. При отбое это немножко размыто. Отбой такая размытая формация. Ее нужно ловить здесь и сейчас. Отбой она такая, она быстрая, ее нужно словить. Вот здесь ты, если не зайдешь, все, тут уже не надо пытаться где-то заходить. Вот ваша картинка, БСУ, БОПО-1, БОПО-2, да, если, например, я говорю, все. Или, например, здесь инструмент улетел, вломк улетел, все, вы уже нигде не успели зайти. На ложный пробой где-то тут можно еще, пока он ходит здесь, да, можно ловить точки входа внутренне. То есть это уже преимущество. Опять же, каждому свое. А те, кто любит более спокойно, более фиксированно, пробуйте отбой. Те, кто любит конкретно видеть картинку, да, борьбы на уровне, видеть, кто выигрывает, кто крупный, кто крупный игрок сейчас в рынке, кто ведет тренд, да, вот как здесь пошел пробой, я вижу, что, да, покупатель ведет тренд в лон. То есть мне эта борьба нравится, я в такую сделку зайду. Поэтому, в принципе, каждому свое, у кого какой темперамент, те, кто любят ждать, вы можете торговать и ложный пробой, потому что при ложном пробое, в принципе, достаточно, чаще всего ждешь при ложном пробое и пробое как раз. Потому что пробой может, мы можем ходить вот здесь, только потом пробить, вот тут вот ходить, только потом пробить. При ложном пробое тоже. При отбое это по-другому работает. Отбой работает сразу, здесь и сейчас. В принципе, все. Все, что я хотела сказать в данном видео про точки входа, про такие вот хорошие возможности на графике, на рынке, они всегда есть, рынок всегда дает заработать. Что самое главное трейдеру, да, умение ждать и торговать, только сильные картинки, которые вы понимаете. Да, я могу сейчас объяснять многое, но трейдер каждый что-то усвоит по-своему, да, что-то, возможно, добавит в своей торговой системе. Самое важное, чтобы вы эту картинку, которую вы увидели, вы увидели ее закономерность, отторгуйте ее, дайте ей время. Потому что картинка, она тоже не всегда работает там на всех рынках. Проанализируйте, да, в какие рынки она не работает, в какую фазу, в какую волатильность. То есть это уже ваша задача как трейдера отфильтровать свою торговую систему, в своей сценарии, чтобы, так сказать, не попадать в просад, не попадать в какие-то лишние убытки, которые, в принципе, вам не нужны. И также добавлю, если хотите расширить свои возможности в трейдинге, могу порекомендовать партнерскую программу от Герчико. Рассказывайте другим о преимуществах компании, привлекайте клиентов через соцсети, блог, свой сайт и получайте вознаграждение. Все подробности по ссылке под этим видео. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчико, кто еще не подписан. И, конечно же, всем успешного обучения, всем успешной торговли. Всем пока!